Сейчас уже никто не сомневается в реальном существовании компании Skyway, ее развитии и возможности выхода на мировой транспортный рынок. Однако и сегодня дебаты продолжаются, и в этот раз относительно скорости развития Skyway. Одни говорят, что компания развивается стремительно, другие же имеют абсолютно противоположное мнение, утверждая, что процесс сильно затянулся. Давайте поговорим об этом. Чтобы сделать это более наглядно, посмотрим на историю капитализации компании Apple, одной из самых богатых компаний в мире. Ведь есть мнение, что Skyway такая же прорывная компания, и разница только в том, что Apple выходили на рынок IT-технологий, а Skyway выходит на транспортный рынок. Сколько же лет Apple шла к своему успеху и в чем его залог? Apple была основана в 1976 году и стояла у истоков персональных компьютеров. Компанию основали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Произошло это знаменательное событие в доме приемных родителей Стива Джобса, а точнее в гараже. Кстати, Рональда Уэйна называют одним из самых больших неудачников в мире, ведь он лишился десятой доли компании всего за 2300 долларов. Дело в том, что у Рональда Уэйна не было уверенности в благоприятном будущем данной компании. К тому же у него была собственность, которой он рисковал в случае, если бы дела в данном бизнесе пошли неудачно. Юридически все члены компании несли ответственность за любые долги компании, даже если они возникли по вине другого партнера. У Джобса и Возняка еще ничего не было на тот момент. Они практически ничем не рисковали, а Уэйн мог потерять свою собственность, которая могла отойти в пользу кредиторов, если бы дела пошли плохо. Напомню официально, компания Apple Computer Inc. была зарегистрирована 1 апреля 1976 года, а Уэйн отказался от своей доли 12 апреля, то есть менее чем через две недели. Таким образом, он лишил себя потенциального состояния в 70 миллиардов долларов. Другими словами, для успеха важно не только оказаться в нужное время в нужном месте, но еще нужно уметь верить, ждать и не бояться рисковать. Apple впервые вывела акции на биржу 12 декабря 1980 года, причем сразу ее капитализация превысила 1 миллиард долларов и составила 1 миллиард 778 миллионов долларов. 40 из сотрудников Apple, державших акции компании, сразу стали миллионерами. Основателю Apple Стиву Джобсу размещение акций принесло 217 миллионов долларов. На тот момент это стало самым успешным выходом на биржу с 1956 года, когда своей акции впервые предложил концерн Ford. Впрочем, в среднесрочной перспективе вложение в акции компании не было выгодным. Когда Джобс уволился из Apple 24 мая 1985 года, она оценивалась только в 558 миллионов долларов. В 1987 году Apple начала выплачивать дивиденды. В 1995 эта практика была приостановлена, так как правление компании решило инвестировать деньги в бизнес. Рубеж в 10 миллиардов долларов был преодолен компанией уже после возвращения Джобса в начале 2004 года на волне восстановления со всеми другими IT-компаниями после краха дот-комов 2000 года. Рубеж в 100 миллиардов долларов Apple преодолела 29 июня 2007 года в день презентации первого смартфона iPhone. При этом на тот момент корпорация не была самой дорогой высокотехнологичной компанией США. Лидером был Microsoft с капитализацией 280 миллиардов долларов. Однако впоследствии капитализация Apple падала ниже этого рубежа, в том числе во время госпитализации Джобса в 2009 году. Рубеж в 500 миллиардов долларов был впервые преодолен 20 февраля 2012 года, когда инвесторы убедились, что смена руководства после смерти Джобса в 2011 году компанию возглавил Тим Кук. не приведет к ухудшению показателей. С 2012 года выплаты дивидендов возобновились, и в 2017 году Apple превзошла компанию ExxonMobil, выплачивая самые большие дивиденды в мире. В 2020 году Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация американской корпорации на фоне ралли-акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов. По состоянию на сентябрь 2020 года акционерам Apple выплачены дивиденды в размере 3 долларов 18 центов на акции. За прошедшие годы Apple потратила буквально сотни миллиардов на обратный выкуп акций, что помогло поднять их курс. В своем последнем отчете о прибылях и убытках Apple объявила о дроблении акций 4 к 1, первом дроблении с 2014 года, которое сделает акции более доступными для более широкой базы инвесторов. Это пятое дробление акций в истории компании. Согласно политике Apple, дивиденды по акциям выплачиваются 4 раза в год. Совет директоров ответственен за определение даты отсечки. Сумма, направленная на выплату дивидендов, составляет до 30% от чистой прибыли Apple. После закрытия реестра держатели акций получают деньги в течение недели. В чем же заключается успех яблочной компании? Ведь у нее так много конкурентов, и тем не менее, опережая всех на протяжении ряда лет, она не собирается сдавать свои лидирующие позиции. Основная причина этого в том, что Apple, безусловно, компания-инноватор. Заслуги Apple неоспоримы, ведь аудиоплеер iPod произвел настоящий прорыв в мире цифровой музыки. Смартфон iPhone перевернул наше видение мобильных телефонов, а планшет iPad задал вектор развития рынка цифровых устройств. Эти инновации делают продукт компании востребованным и позволяют привлекать от 20 до 30 миллионов новых пользователей в год. Но все же главная инновация Apple – это взгляд в будущее. Ей не плевать на планету, которую мы оставим после себя. Она делает огромный вклад в экологию. Корпуса всех новых Mac сделаны из переработанного алюминия. Это особенно касается последних моделей MacBook Air и Mac Mini. Вся упаковка производится из переработанных материалов. Компания стремится сделать свои устройства на 100% перерабатываемыми не только снаружи, но и внутри, используя полностью вторичное олово на материнских планах. Энергоэффективность абсолютно всех устройств компании соответствует строгим стандартам Energy Star, а новый iPad Pro 11 превосходит их на 69%. Каждое устройство на 100% безопасно для здоровья. С каждым новым поколением Apple убирает из производства материалы, которые могут вызвать аллергию. В iPad, в iPad, iPhone, MacBook, iMac, Mac Mini, Apple Watch в составе материалов корпуса отсутствуют ники. Так что длительные разговоры по телефону и держание гаджетов в руках не вызывают раздражения кожи. Apple доказывает, что нет смысла делать новую форму выреза в экранах своих смартфонов каждый год, чтобы считаться инновационной компанией или гнаться за бесполезными мегагерцами в процессоре. Самая главная инновация – это смотреть на мир глобально, бережно относиться к природе и думать о завтрашнем дне. Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно охарактеризовать успех самой богатой компании мира в двух словах – инновация и экология. Современный мир быстро меняется. Человечество постоянно подстраивает его под себя, совершенно забыв о том, что является всего лишь маленькой частью этого огромного мира. И сегодня, в 21 веке, для всех стало очевидно то, что наш мир не только стремительно меняется, но также и стремительно разрушается. Объем информации в мире удваивается каждые два месяца. Идет постоянное устаревание знаний. Например, в металлургии знания устаревают каждые 3,9 года. В машиностроении – 5,2 года. В химической промышленности – 4,8 года. При этом в наиболее наукоемких отраслях устаревание знаний происходит еще быстрее. Например, в сфере IT-технологий оно составляет не больше одного года, а в перспективе будет составлять еще меньше. Почему же при всем этом человечество продолжает использовать до сих пор большую часть технологических решений, реализованных в 19 веке? Железные дороги, возникшие как транспорт около 200 лет тому назад, до сих пор занимают одно из ведущих мест среди перевозчиков. И сегодня, в 21 веке, вы будете 7 дней ехать от Москвы до Владивостока точно так же, как люди ехали и в 20 веке. Поезда стали комфортабельнее? Да. Но времени, самого ценного ресурса человечества, тратится на дорогу столько же. Автомобили. Конечно, они очень облегчили нашу жизнь, сделали передвижение комфортным и быстрым. Но не слишком ли много платит человечество за этот комфорт? По данным ВОЗ, более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях. И еще 20-50 миллионов получают травмы. А гибель диких животных на автомобильных дорогах ведет к исчезновению целых популяций. Дорожная сеть разрезает большие зеленые массивы, нарушая баланс экосистемы. Ареал обитания животных поделен скоростными трассами. Чем шире дорога и интенсивнее движение, тем труднее животному ее преодолеть. И вот тут приходит время поговорить о SkyWay. Экологически чистый транспорт. Это именно та инновация, которую сегодня ждет весь мир. Транспорт, который не стоит в пробках и не создает. Транспорт, который не убивает и не калечит, не отравляет окружающую среду и не превращает плодородную землю в мертвую. Современный транспорт, который отвечает всем требованиям стремительного ритма, с которым сегодня внесется мир. SkyWay на 100% инновация. В момент зарождения идеи, не имевшая за собой ничего, кроме опыта производителей и разработчиков других, принципиально отличных видов транспорта, инфраструктуры и так далее. Прежде всего, SkyWay – это транспорт второго уровня. Он движется над землей по специальным рельсам, находящимся между анкерными опорами. Опоры располагаются на расстоянии 1-5 километров друг от друга. Часть из них является станциями для посадки и высадки пассажиров. Высокие опоры такого транспорта позволяют пропускать под собой транспорт первого уровня. Другого транспорта на втором уровне нет. Людей и животных тоже нет. Полностью автоматизированная система управления, компьютерное зрение – все это делает транспортную систему безопасной. Часто можно слышать, что SkyWay – это струнные дороги. Что это значит? Речь идет о путевой структуре. Один из основных компонентов струнной транспортной системы – струнный рельс. Рельс, как правило, представляет собой пустотелый стальной, в перспективе композитный, короб, внутри которого размещен пучок натянутых проволок струн. Внутреннее пространство короба, не занятое струнью, заполняется минеральными или полимерными композицией. На конструкции рельсов, их креплений, технологию строительства и монтажа создателем SkyWay, его генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким, получено более 50 российских и зарубежных патентов. Струнный рельс, безусловно, является основополагающей инновацией, так как если говорить о высокоскоростном передвижении по рельсу, то в первую очередь это, конечно, дорожное хозяйство и только потом подвижной состав. Впрочем, и подвижной состав потрясает своей уникальностью. Электромобиль, который едет по струнному рельсу на стальном колесе и развивает скорость до 150 км в час, а в высокоскоростном исполнении до 500 км в час. Всего в модельном ряду струнных транспортных средств SkyWay 16 видов транспорта. Сегодня о транспортной технологии SkyWay можно не только прочитать в монографии Анатолия Эдуардовича Юницкого, ее также можно увидеть в действии. Эко-технопарк SkyWay, построенный в Республике Беларусь, недалеко от Минска, в Марьиной Горке уже несколько лет является действующим сертификационно-демонстрационным центром струнного транспортно-инфраструктурного комплекса. К тому же эко-технопарк – это наглядный пример экологического потенциала технологий, демонстрация рационального использования природных ресурсов, применение современных агроэкотехнологий и создание зон экологического земледелия. А ведь совсем недавно, в августе 2015 года, на территории нынешнего эко-технопарка была заложена капсула времени, которая послужила началом строительства. Длительное время эта территория была танковым полигоном. Это была бросовая земля, изрытая траншеями, пропитанная соляркой. Никто и представить не мог, что всего через несколько лет эко-технопарк станет местом, куда с визитом будут приезжать правительственные делегации со всего мира, чтобы увидеть райский уголок на Земле, где инновационный транспорт мирно соседствует с природой, не нанося ей никакого вреда. Тогда же, в 2015 году, это был стартап, который на тот момент поддержали около 120 тысяч человек из 50 стран. В 2014 году для своего развития проект струнного транспорта Skyway начал привлекать инвестиции с помощью краудфандинга. Это форма финансирования проектов через интернет, при которой большое число людей вкладывают небольшие суммы. Инвесторы Skyway получают долю в компании в обмен на свои инвестиции. Народное финансирование позволило проекту за 6 лет из стадии высокорискового стартапа превратиться в крупный холдинг и приблизиться к завершающему 15-му этапу своего развития. Невозможно недооценить огромную работу основателя компании, генерального конструктора и создателя технологии Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. За эти годы он собрал коллектив из высококлассных специалистов, которые сегодня трудятся в конструкторских бюро и на производстве струнного транспорта и решительно идут вперед для достижения самых амбициозных целей. Сегодня, спустя 6 лет существования, группа компаний Skyway – это динамично развивающийся холдинг, имеющий собственное четырехэтажное офисное здание, собственное девятиэтажное офисное здание общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, собственное производство с несколькими заводскими цехами, оснащенными самым современным оборудованием и станочным парком. Штат из более 700 инженеров. Экотехнопарк под Минском площадью 36 гектаров, на котором действует 5 тестовых участков общей длиной 4 километра, ведется строительство еще двух трасс для тяжелых машин весом в 50 тонн. Центр тестирования и сертификации технологии Юницкий Стринг Технологис, Инк, в Шар-Дже, созданный для испытания технологии в тропическом исполнении, станет частью научно-исследовательского технологического парка Шар-Дже и одновременно будет обеспечивать транспортное сообщение для местных кампусов, а также выполнять функцию шоу-рума для Ближнего Востока. Здесь в будущем планируется создать институт SkyWay. Налажено собственное производство модельного ряда мотор-колес. Разработана интеллектуальная система безопасности и управление подвижным составом. Создана струнная интеллектуальная система охраны периметра. Сертифицированы подвижные составы. Спроектирован и построен пешеходный струнный мост. Спроектирован и изготовлен уникальный шестиместный высокоскоростной юнибус, который может разгоняться до 500 километров в час. Премьера этой модели состоялась 18 сентября 2018 года на выставке Innotrans в Берлине. То, что на сегодняшний день достигнуто группой компаний SkyWay, было бы невозможно без обширной научной базы, выстраивавшейся автором и генеральным конструктором инновационных транспортных комплексов Анатолием Юницким на протяжении многих десятилетий, начиная с 1977 года. В 2018 году один из членов правительства Объединенных Арабских Эмиратов, познакомившись со SkyWay, сказал Анатолию Эдуардовичу, «Примерно за 50 миллионов долларов вы сделали столько с колес, не имея устойчивого финансирования и реальной поддержки, что многие известные корпорации, имеющие миллиардные прибыли, не смогли бы сделать и за 5 миллиардов долларов. Вы, как инноваторы, уникальны и являетесь исключением, а не правилом, не только с точки зрения инженерии, но и с точки зрения финансирования технологий и привлечения инвестиций». Здесь нужно отметить, что привлечением инвестиций для SkyWay занимаются специальные площадки, фонды, которые не входят в состав холдинга. Одним из таких фондов является фонд SkyWorld Community, с которым проект сотрудничает с начала 2015 года. Сегодня компания находится на 14-м этапе. 15-й этап будет являться завершающим. Так много или мало сделано за 6 лет развития. SkyWay – это компания с огромным потенциалом, так как рельсо-струнный транспорт по своим характеристикам является самым конкурентным продуктом на мировом транспортном рынке. Ведь не зря один из высокопоставленных чиновников в Объединенных Арабских Эмиратах сказал при встрече Анатолию Эдуардовичу, «Мы счастливы, что вы пришли в нашу страну с прорывными технологиями. Наш дом – это ваш дом». Строительство инновационных струнных дорог SkyWay в ближайшем будущем может стать визитной карточкой развитых стран. Наличие в стране инновационного транспорта является показателем ее стратегической активности на мировой экономической арене. Стран, которые будут обладать инновационным транспортом SkyWay, смогут использовать эти масштабные инфраструктурные проекты для подъема и развития экономики, для связи регионов и укрепления долгосрочных торговых отношений с соседними странами. И это прекрасно понимают страны Ближнего Востока, активно помогая внедрению новой транспортной технологии SkyWay в своем регионе. Сегодня проект поддерживают сотни тысяч человек из 200 стран и регионов. Проект максимально прозрачен, видно и понятно, куда идут деньги инвесторов. Это вызывает большое доверие. На мировой транспортный рынок выходит новая транспортно-инфраструктурная отрасль, по потенциалу, не уступающему таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, автодорожная. Это не аудиоплеер и не смартфон, не какой-то единичный продукт. Это отрасль, в которой все должно быть продумано и исполнено до мелочей. Поэтому торопиться не стоит, так как права на ошибку у SkyWay нет. Дивиденды и цену акций сейчас многие пытаются спрогнозировать. Мы не будем этим заниматься, потому что говорим только о фактах. А факты говорят о том, что технология SkyWay обладает теми же преимуществами, что одна из самых богатых компаний в мире – Apple. Это прорывная технология и экологичность. И это, безусловно, ключ к большому успеху. Очевидно, что цены на бумаги компании и дивиденды будут расти вместе с количеством построенных. Заявки на строительство дорог поступают в компанию со всего мира. SkyWay входит в нашу реальность навсегда. И через несколько лет трудно будет представить мир без этого транспорта так же, как невозможно сегодня представить мир без интернета. Принимая лучшее, что было сделано за нас, учаясь на чужих ошибках и, естественно, на своих, мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему. И всех когда-либо, что SkyWay уже завладела умами миллионов людей со всего мира своим преобразовательным гуманистическим потенциалом. Мы не остановимся до тех пор, пока наши транспортные системы не пройдут через каждую страну, в каждый город, пока не подойдут к одному дому. Мы не остановимся и после этого. Научный и технический прогресс бесконечен. SkyWay станет реальной, огняющей силой для всего человечества. У которого без единства нет будущего. Поэтому наш девиз, что и SkyWay спасает планету. Ознакомиться с условиями инвестирования в проект SkyWay вы можете, перейдя по ссылке под видео. Более 50 вариантов инвестиционных предложений. Доступна рассрочка. Консультации по телефону на шести языках. Множество вариантов пополнения счета. Квалифицированные сотрудники фонда SkyWorld Community ответят на все вопросы и подберут предложения, подходящие именно вам. Чтобы начать инвестировать в проект SkyWay, не нужно больших накоплений. Также, перейдя по ссылке, можно оставить заявку на бесплатную консультацию. Вам перезвонят и ответят на все ваши вопросы. Не упустите шанс инвестировать в крупный транспортный холдинг на завершающем этапе развития. Став инвестором, вы можете оформить свои доли в собственность и при успешной коммерческой реализации проекта получить дивиденды. Поддерживая SkyWay, вы помогаете внедрению экологически чистого транспорта. Строй SkyWay. Спасай планету. Присоединяйтесь. Продолжение следует...